Звонок 426. Мои дальнейшее количество звонков было по регулировке отопления 149, уличному освещению 18, ремонту рифтов 9, уборки территории 6 и пройдет с собаками 2 звонка. Аналитическая информация, количество обращений ВТС. Октябрь 2012 года 3291 звонок. Октябрь 2013 года 4319 и октябрь 2014 года 7694 звонка. Количество звонков в связи с предыдущими периодами увеличилось практически в двое. По регулировке отопления в начале отопительного сезона в 2012 году было 699 звонков, в 2013 году 983 и в 2014 году 1386 звонков. Ремонт лифтов в 2012 году в октябре было перезвонка в 2013-м 7, в 2014-м 55. По уличному освещению в 2012 году 134, обращение в 2013-м 121, в этом году в 2018. Два возгорания, но более подробно, начали в 28-м ФПС. И самое серьезное такое, это 28 октября в 10.45 на улице Разина, северный поселок, во время горки территории была обнаружена была граната РФ-1 в времене Великой Отечественной войны. На место были вызваны все необходимые службы. Граната была выездной и уничтожена за полный бюджетный бюджет. Давайте мы на этом только еще раз заострим. Какие-то есть, в сегодняшний день, версии, как она оказалась там. Или она просто из-под земли, сама-то себе вылезла, или просто кто-то где-то обнаружил, попросил, не курсил. Нет, мы говорим про гранату. Я хотел бы сказать у нас, я насколько знаю, я подписывал в Градану, Куличкому. Не готовили вы награды, нет? Так что, вы не писали там, что-то мне записывали, по-моему, Куличкому награды, да? Ну, была какая-то подписка, значит, надо пригласить обязательно. Ф-1, это, насколько я знаю, вселезная граната, поражение, по-моему, со школы еще до 100 метров. 200 метров. 200 метров. Причем это граната, боевая граната, взведенная, то есть, условно говоря, как уж у нас во время Великой Отечественной войны оказалось в Среднем Посаде, тут это вопрос истории. Я бы хотел обратиться в пользу случаям правоохранителя, мы вам дадим всегда заявление на то, что жители жалуются, вот, допустим, в поселок Лесхолс. И мой телефон знает постоянно, начинаем тогда, в чем вопрос? Приезжаем на место, смотрим, кто-то умудряется залезть в подвал, перекрыть в вентили. Конечно, у жителей не будет тепла, если вентили перекрыть. У жителей-то это невзамек, кто-то не ленится, заходит в подвал, несмотря на то, что там замки меняют. Это тоже отдельная вещь, поменяйте замки, посмотрите. Тогда будет у нас возможность официально, собственно, со взломом, это уже другая статья. Кто шалость, там зашли в подвал, а когда шли и замок сломать, значит, уже есть умысел. Но кто-то это постоянно делает в разных частях города, где-то статистику соберет и расскажет. А вы примейте меры, потому что левиная доля Звонкова у нас вот такие понедоразумения. И посад находится в ледирующем списке по включению всех объектов. Будь то жилые дома, будь то объекты коммунальной сферы, будь то объекты образовательной сферы. Один из первых, несмотря на то, что губернатора, я знаю, благодарится Илья Александровича Пахомова, передавал большой привет всем службам задействованным в нашем городе. Несмотря на то, что это вот эта куча звонков, мы уже с вами обсуждали, что слишком много политики было в последнее время. На самом деле, работа и дело. Громадное количество аварий, которые тоже самоустраняются. Громадное количество. Дай Бог, чтобы эти аварии сегодня, вот там, там где тонко рванул сегодня, а не 31 декабря, в январе. Для нас это вот сегодня анализ, смотреть на следующий год, закладывать определенные деньги для того, чтобы в течение летнего периода провести ремонт вот там, где мы, мы сами понимаем, что ситуация так клинического переводчика не веся, износ труб, он сам по себе не рассосется. То есть надо менять. Надо предупреждать эти все вещи. И действительно готовиться, я думаю, что в следующий год мы принципиально по-другому будем готовиться совместно, комиссионно, сообщественным сроком. Есть идея создания такой общественной организации в СИН ЖКК. С подключением старших по домам, депутатов, активные люди, которые сегодня, я вам проще, много понимают в этом деле. Вон есть случай, а им пришлось научиться сегодня. Научиться заниматься расчетами в платежных квитанциях, понимать, сколько там копеек лишних добавили, или рублей, или сотен рублей. Значит, ЕКЦ готова была выпустить квитанции к первому числу. Дмитрий Константинович проверил, заметили опять недосчеты, будет отправлено на доработку, проведено, практически каждый день проводится совещание, как вычисло вместе с вашей квитанции. Вот эту практику выставления квитанции до того, как еще их можно выставлять на торт, тоже исключаем. Значит, 5-го числа выдают квитанции, но, наверное, там будет гораздо меньше ошибок. Гораздо меньше. Значит, жителям выйдут вместе с квитанциями еще раз информационный листок, в котором мы опишем, как действовать в какой ситуации. И в период, там, в течение трех месяцев, по-моему, еще перерасчеты по горячей воде, значит, не надо волноваться. Каждое заявление будет рассмотрено. Другой вопрос, что я когда приезжал в МОКС, когда люди приходят за перерасчетом или за вопросом, вы их, пожалуйста, по матерински, по отцовски принимайте, это очень хорошо, когда они приходят к вам. Все эти недостумения надо исключать. Практику, когда люди устанавливают счетчики, их начинают футболить, вообще считают преступными. Если человек покупает счетчик, это компания, ну, с компанией тоже относится. Устанавливают счетчик женщины. Ну, только счетчик она не простой ставит, а с учетом температуры на горячий уровень. Сверху права, если на счетчике она фотографирует примерно 22 градуса, за что там будет брать, за что брать денег. Подавайте нормальную воду и берите за нее. Это как раз то, что договоримся. Качественная услуга и вовремя оплаченная. Сегодня я делаю с представителями ОВД о том, что мы сегодня необходимую информацию. Плата за наем. Я в последнее время скажу, что меня очень волнует вопрос. Те, кто собирает эти деньги, почему они оказываются в администрации. Мы сегодня формируем бюджет. У нас очень сложная ситуация. Мы участвуем в программе переселения ветвого аварийного фонда. Жители из этих домов. Вы знаете, мы взяли очень большую планку. Это сотни миллионов рублей, которые мы должны заложить в бюджет, для того, чтобы наши жители расселять. И программа должна быть закончена. В 2015 году мы сознательно в бюджете закладываем громаднейшие деньги. Но мы должны считать те деньги, которые к нам поступает в бюджет. Мы же не можем переселять. Граждане – это важная задача. А кто будет дороги чистить? А кто будет благоустройством заниматься? А кто будет менять вот эти трубы, про которые говорим? Будем, извините, пожалуйста, искать все возможные источники. Поэтому представителям управляющих компаний прошу еще раз посмотреть, чтобы это не оказалось болью и горечью, когда люди отвечают уже по закону за это. Причешите свою бухгалтерию, посмотрите, собрал, заплатили. Не надо мне свои деньги брать. И это касается еще раз наших учреждений культуры, спорта. То же самое. Вот в районе большая компания, на начале возбуждены, а нам говорили, посмотрите здесь, придете к нам. Будем бороться за выполнение бюджета. Из-за рациональной траты бюджета. Поэтому предстоит очень серьезная работа совместно с депутатами, с общественностью в формировании бюджета на 2015 год. Планка 2017 года поднята чрезвычайно высоко. Мы не можем себе позволить эту планку опускать. Но тогда было денег, извините, пожалуйста, эшелон. Сегодня значительно меньше денег. Значит, надо искать внутренние какие-то ресурсы. Уйдите. Продолжение следует... Продолжение следует...